В терминалах Galileo Sky с интерфейсом RS-232 реализована поддержка регистратора IQ Freeze. Это решение одно из самых востребованных для контроля перевозки скоропортящихся грузов. Регистратор IQ Freeze может получать данные с холодильных установок следующих типов Thermo King, Carrier Supra Maxima, Zanotti Uno, Thermal Master, Carrier Vector. Обратите внимание, функционал реализован в терминалах при помощи алгоритмов, поэтому необходимо использовать терминалы с поддержкой EasyLogic. Проверить, поддерживает ли прибор EasyLogic можно двумя способами. Первый способ. Проверить этикетку снизу корпуса терминала. Около номера IMEI должна присутствовать цифра 2 в скобках. Второй способ. Отправить на терминал команду HardVersion. Если в ответе после запятой будут стоять цифры, отличные от нуля, то работа с алгоритмами возможна. Для подключения регистратора к приборам Galileo Sky версии 2.3, 5.0 и 5.1 минимально требуемая версия прошивки 231. Для приборов Base Block 15. Для версии 7.1. На рисунке вы видите схему подключения IQ Freeze к терминалу. Обратите внимание, что земли устройств должны быть соединены. Контакты RS-232 нужно соединять строго по схеме Rx-регистратора IQ Freeze Tx-терминала и Tx-регистратора IQ Freeze Rx-терминала. Питание на регистратор подается отдельно. Перед тем, как перейти к конфигурированию прибора Galileo Sky, необходимо провести настройку самого регистратора IQ Freeze. Подключите его к компьютеру с помощью мини-USB шнура. Запустите утилиту конфигуратора IQ Freeze, которая поставляется производителем регистратора. Выберите нужный тип холодильной установки в поле «Тип Хоу» из перечня предложенных и нажмите кнопку «Применить». Установите в терминал Galileo Sky SIM-карту с возможностью передачи данных через JPRS. Подключите терминал к компьютеру и запустите конфигуратор. Перейдите на вкладку «Команды» и выполните команду «Скрипт Galileo Sky IQ Freeze». Дождитесь подтверждения выполнения команды терминалом. Проверьте, что алгоритм успешно загрузился на прибор. Для этого отправьте команду «Скрипт» без параметров. Перейдите на вкладку «Настройки» — «Трек». В поле «Структура внутреннего архива» выберите значение «Динамическое». Обратите внимание, что для приборов Galileo Sky Base Block и версии 7 установка динамического типа архива не требуется. Далее на вкладке «Цифровые входы» в поле «RS232 тип периферии» выберите значение «Нет». Перейдите на вкладку «Настройки» — «Протокол» и установите галочку в поле «Рефрижератор только динамический архив» в колонке «Основной пакет». Нажмите кнопку «Применить». После настройки прибора проверьте отображение данных на сервере мониторинга. Стоит отметить, что в зависимости от используемой типа холодильной установки, к которой подключен регистратор IQ Freeze, терминалы Galileo Sky позволяют передавать на сервер мониторинга различные параметры. Набор этих параметров можно найти в описании протокола обмена с сервером. Количество конкретных параметров зависит от типа холодильной установки, ее конфигурации и версии прошивки регистратора IQ Freeze. Рекомендуем уточнять эту информацию непосредственно у производителя IQ Freeze. На этом подключение регистратора IQ Freeze к терминалу Galileo Sky завершено. Терминал готов к работе.